Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, возлюбленные, благословенно имя Господа. Меня зовут Робин Шнайдер, это моя жена Синтия. Добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса». Слава Богу! Нас сегодня ждет прекрасное послание. Над ним всем нам нужно поразмышлять. Это послание о вере или эмуна. Сегодня утром я услышала голос Божий, и он сказал мне, «Я буду учить тебя о праведности». И я получила откровение, что на самом деле он учит меня вере. Вот что такое праведность. Праведность – это вера в Бога, основанная на доверии к Нему и полной зависимости от Него. И я верю, что сегодня Господь благословит наших зрителей новым уровнем веры. Да будет так во имя Иисуса. Я хочу поговорить с вами о принципах эмуны. Эмуна – это вера на иврите. Если вы знакомы с Писанием, то знаете, что вера – это основание наших отношений с Творцом. Слово Божие говорит, что по благодати мы были спасены через веру. Послушайте, что сказано в Ефейсеном 2 главе 8 стихе. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Итак, благодатью мы были спасены. Но Павел говорит, что эта спасительная благодать спасла нас через веру. И эта вера появилась у нас не сама по себе, а она дана нам как дар от Бога. В книге «Бершит» или «Бытие» мы читаем, что Авраам поверил Богу, и это засчиталось ему в праведность. Слово «поверил» связано со словом «эмуна». Кстати, всякий раз, когда мы говорим «аминь», мы говорим об эмуне. Мы провозглашаем, что верим в то, что сказали, «да будет так». Итак, мы установили, что вера – это эмуна, но давайте разберемся, как она применима к нашей жизни. Благодаря изучению еврейского Писания, мы поняли, что эмуна – это не просто вера в какую-то доктрину. Иными словами, библейская эмуна – это не просто вера в какие-то факты. Вера – это также не значит верить в то, что Бог существует. Писание говорит, что даже дьявол верит в то, что Бог существует. Когда речь идет об эмуне, или библейской вере, которая нас спасает, мы говорим не о ментальном или интеллектуальном согласии с определенными доктринами, а скорее о доверии. Кому или чему мы на самом деле доверяем. Позвольте рассказать вам о том, что произошло со мной. Я уже рассказывал об этом раньше, но это стоит повторить. Когда мы говорим о доверии или эмуне, мы говорим не просто о вере во что-то. Много лет назад я служил в одной церкви. Это был очень холодный зимний вечер. Я привез с собою танцевальный коллектив. Они исполняли еврейские танцы перед моей проповедью. И вот танцоры вышли, было очень холодно, мы служили там почти до 10 часов вечера. После служения я начал собирать свои вещи, другие уже пошли к своим машинам, а вдруг кто-то забежал в здание церкви с парковки. Это был мужчина, который сказал, «Моя жена только что поскользнулась и упала, помолитесь за нее, ей очень больно». Мы помолились за эту женщину, я задумался, «Господь, эта женщина верит в Тебя. Она пришла сюда, чтобы танцевать для Тебя. Почему Ты помешал этому происшествию?» Я понимаю, что Ты все можешь обратиться во благо, но я не понимаю, «Как это может вылиться во что-то хорошее? Почему это произошло?» Я был так возмущен. Я подумал, «Как я могу верить Тебе в свою жизнь?» Я вижу, как многие люди верят Тебе, но при этом они падают по жизням. Бог, мне нужен ответ, «Чтобы в наших с Тобой отношениях был прогресс». Мне нужен ответ на этот вопрос. Почему многие люди, которые верят в Тебя, падают по жизни? Мы все падаем. А время от времени я говорю не о таких падениях, как у той женщины. Мы все периодически падаем или ошибаемся. Я говорю о людях, которые говорят, что любят Бога, но при этом все в их жизни постоянно разваливается. Я думал, «Как же это несправедливо!» Ведь Твое Слово говорит, что через веру мы можем царствовать в жизни, но при этом многие люди, которые говорят, что верят в Тебя, живут в постоянном поражении. Как это можно объяснить? «Я не смогу жить дальше, пока не получу ответ». Я решил ждать ответа от Бога. Мне было очень грустно, но я верил, что Он мне ответит. Через несколько дней я был на парковке после встречи, и вдруг Дух Святой заговорил ко мне. Это был неслышимый голос, а голос в моем сердце. Это было так четко и ясно. Я точно понимал, что это Дух Святой. Он сказал, «Ты видишь, как многие люди падают и терпят поражение в жизни. И причина в том, что они не доверяют мне». Мы так часто слышим слово «доверие» или «доверять», что оно отскакивает от нас, как горох от стенки. Уж простите за такое сравнение. Мы настолько привыкаем к этому слову, что оно нас больше не трогает. Мы слышим о доверии Богу так часто, что эти слова становятся для нас клише. Но когда Дух Святой сказал мне об этом в тот день на парковке, я не мог понять, как многие люди терпят поражение в жизни, хотя говорят, что верят в Бога. Дух Святой сказал, что это происходит потому, что люди не доверяют Ему. Когда Он сказал о доверии, я не просто услышал это в Своем Духе, но и сразу же понял, что Он имел в виду, это слово было наполнено откровением. Иными словами, я во всей полноте понял, о чем говорил Дух Святой. А Он говорил, «Они не держатся за меня». Он сказал слово «доверие». Но я понял, что Он имел в виду держаться или цепляться. Мои люди не держатся за меня. Они не цепляются за меня. Они не тверды в Своем хождении со Мною. Они отпускают меня. Иногда, когда мы говорим о вере в Бога или даже о доверии, мы говорим не только об интеллектуальном согласии с какой-то доктриной, а о доверии каким-то аспектом Божьего характера или доверии Его обещаниям настолько, что мы держимся за Его характер и Его обещания. Библейская муна — это не просто вера в какие-то факты. Вера — это также не значит верить в то, что Бог просто существует. Когда речь идет об эмуне или библейской вере, которая нас спасает, мы говорим не о ментальном или интеллектуальном согласии с определенными доктринами, а скорее о доверии. Кому или чему мы на самом деле доверяем, мы должны решить в своей жизни доверять только Богу. «Она говорит...» «Она говорит...» «Это было самое удивительное чудо Божие в моей жизни». 15-летний парень впервые в жизни услышал звук и произнес хоть какое-то слово. Бог исцелил его вчера вечером. Он мог слышать и говорить. Это было удивительно. Когда вы проповедовали, сила Божия прикоснулась к нему, и теперь он может говорить и слышать во имя Иисуса. «Ух ты!» «Надо же!» «Скажи...» «Один...» «Один...» «Три...» «Три...» «Правдивость этого чуда нам докажет его сестра. До этого вечера он мог говорить... «Скажи-ка нам...» «Он заговорил... только что...» «Он ничего не говорил от рождения». «Он ничего не говорил от рождения...» «Прославьте Бога за это...» «Я впервые вижу такое в реальной жизни. Раньше я видела такое только по телевизору, а теперь я увидела это сама, это по-настоящему. Иисус и правда реален». Итак, мы выяснили, что иммуны — это не просто интеллектуальное согласие с чем-то, а держаться за характер Бога, за его обещание агрессивно верить и доверять этому. Давайте теперь выясним, за какие аспекты нам следует держаться, в какие аспекты природы и характера Бога мы должны верить и держаться за них. Ну, во-первых, истинная иммуна или библейская вера — это верить, что Бог правит миром. А в жизни происходит много трагедий — землетрясения, цунами, крушение поездов и самолетов и так далее. И, видя все это, мы начинаем задумываться, действительно ли Бог правит. Так почему же все это происходит? Но нам нужно перейти от нашего временного взгляда на мир и посмотреть дальше на то, что говорит Слово Божие. Изучая Тору, мы видим, что Бог берет на Себя ответственность не только за все хорошее, что происходит, но и за плохое. Например, когда Израиль проиграл войне, Бог взял на Себя ответственность за это. Он сказал, «Они отошли от Меня, поэтому Я осудил их». Когда евреи не были верны нашему Творцу и Богу, что Он сделал? Он послал змей, которые кусали их. И так погибли тысячи людей. Почему змеи кусали их? Не потому, что это был такой природный феномен. На самом деле, это был суд Божий. Мы часто видим в Писании, что когда кто-то не верен Господу, он умирает. Еврейское Писание учит нас тому, что Бог Адон Алам или Властелин мира. Мы можем не понимать всего, что Он делает, но чтобы иметь истинную библейскую веру, нам нужно верить, что Бог правит миром. Проблема в том, что мы думаем, что понимаем что-то, потому что видим что-то на поверхности. Мы не сможем разобраться, что на самом деле происходит, если будем оценивать жизнь и обстоятельства лишь по каким-то поверхностным фактам. Приведу вам пример. Вы смотрите на человека и видите цвет его кожи. Цвет глаз, цвет волос, высокий он или низкий, худой или толстый, но знаете ли вы этого человека? Кто-то может даже влюбиться в кого-то с первого взгляда, потому что им понравилась внешность. Но если мы думаем, что знаем кого-то только по внешнему виду, то мы обманываем самих себя. А вы знаете, что происходит у этого человека в голове? Вы понимаете, что скрывается за его глазами? Вы знаете, о чем он думает? Вы понимаете, какая невидимая сила заставляет его сердце биться каждую секунду? Глядя на внешность человека, вы можете понять его глубинное построение? Можете ли вы видеть то, что у него под кожей, его почки, легкие и другие органы? Вы видите, как работает его мозг? Нет. Однако мы смотрим на чью-то внешность и говорим, это мой тип. Вы ничего не знаете об этом человеке. Вы видите только то, что на поверхности, и понятия не имеете. Кто этот человек на самом деле? То же касается и остальных вопросов жизни. Мы не видим вечную цель Бога. Мы видим только то, что временно. Мы видим только то, что сейчас. Мы не можем понять, что происходит. Я понимаю, что это тяжелое послание, но я пытаюсь донести до вас, что нам нужна библейская эмуна и вера в то, что Бог правит миром. В книге пророка Исаии Бог говорит, «Я Бог и нет другого Бога. Я создаю добро и вызываю катастрофы. Я свет, и я создаю тьму». Бог берет на себя ответственность за все. Он Бог и нет другого Бога. Нам нужно выйти за пределы нашего мелкого, человеческого понимания и начать провозглашать с верой, что Бог правит миром. У многих сразу возникают вопросы. Например, «Бог ли побудил меня поднять сейчас мои очки?» Если Он правит миром, то Он отвечает за все, что здесь происходит. Он побуждает меня переворачивать страницу? Скажу так. Сделайте один шаг из леса. Мы не можем увидеть весь лес, если мы внутри леса. Мы ослеплены, потому что перед собой видим только деревья. Нам нужно выйти из лесу, чтобы увидеть всю картину. Тогда, глядя на лес, мы будем видеть и понимать, что же происходит. А в итоге мы увидим, что Бог царствует и правит миром. Дальше идет принцип номер два. Если Бог правит миром, то к чему это нас приводит? Мы верим, что Бог делает так, что все содействует ко благу. Опять же, вам нужно выйти за пределы того, что вы видите сейчас, чтобы понять, что я говорю. Бог правит миром. И Он делает так, что все содействует ко благу. А вот вам пример. Например, вам нужно сесть на самолет и через несколько часов оказаться на семейном празднике, в соединении всей вашей семьи. Вы приезжаете в аэропорт и становитесь в очередь, чтобы получить свой билет. Вы подходите к стойке регистрации, и работник аэропорта говорит вам, «Простите, рейс переполнен, и у нас нет для вас места на этом рейсе». И вы начинаете нервничать и кричать, что значит «нет места». Но они ничего не могут поделать. И вы уходите, кипят гневом. Ваши мысли очень далеки от Бога. Вам тяжело поверить в то, что Бог правит миром и что Он все превращает во благо. Вы просто во гневе и думаете, что так не должно быть. Но представьте, что через пять часов вы узнаете из новостей, что самолет, на котором вы должны были лететь, упал, и все погибли. Вы и тогда скажете, что Бог не правит миром. Или вы скажете так, «Бог, Ты спас меня. Спасибо за то, что я не попал на тот рейс. Я вижу Твою руку на моей жизни». Теперь вы понимаете, о чем я? Мы не должны надменно думать, что знаем и понимаем все, потому что мы видим лишь малую долю того, что происходит. Не пропустите нашу следующую программу, потому что мы будем говорить о библейских принципах эмунны. Если мы собираемся ходить с Богом, то у нас должна быть вера. Нам нужно верить в любящего Творца, который правит миром. А также у Него есть прекрасный план. Божий план, хороший. Глядя на все то негативное, что происходит в мире, нас может переполнять страх. Если вы каждый вечер смотрите новости, то приходите к выводу, что 90% происшествий в мире имеют негативный характер. Нам показывают только убийства, бомбардировки, сплетни. Но в реальности в мире происходит значительно больше хорошего, чем плохого. Послушайте, Бог правит миром и все содействует ко благу. Посмотрите на Творение вокруг, и вы увидите Его красоту. Бог желает, чтобы вы доверяли Ему. Он хочет, чтобы вы держались за Него. Он желает, чтобы вы не боялись. А когда вы понимаете, что Он правит миром и делает все во благо, тогда страх улетучится из вашей жизни. Вы обретете свободу, который никогда раньше не знали. Наши отношения с Богом строятся исключительно на вере. Поэтому давайте держаться за веру и наслаждаться этими отношениями с Отцом через Его Сына Иисуса Христа. Ух ты! Мне понравилось, как Равин Керт объяснил все на примерах из жизни. Когда ты рассказывал о проблемах в аэропорту, мне была так близка эта тема. Мы часто говорим, «Господь, я верю, я верю!» А потом, «Помоги моему неверию!» нас вдруг начинают отвлекать от Бога плохие новости, и наша вера тут же улетучивается. Поэтому мне нравится, как твое учение учит и тренирует нас. Мы тренируем свой мозг, чтобы, если в следующий раз произойдет что-то такое, мы могли бы сказать себе «стоп» и осознать, что Бог над всем. Он всемогущий, и Он все обращает нам во благо. Нам лишь нужно наблюдать за этим и быть в мире, зная, что у Него есть другой план. Верно, когда ты говорила о том, чтобы увидеть всю картину. Да, часто наша проблема в том, что в вопросах веры мы зацикливаемся на деталях и мелочах, и эти мелочи могут тормозить нас, вмешиваться и даже портить все, что мы думаем. Господь, это тоже от Тебя? Это тоже следует воспринимать как Твою руку? Иногда нет этой прямой связи со всем. Бог стоит не за всеми мелочами, что происходит вокруг. У Него более широкий подход. Он допускает какие-то мелочи и при этом проверяет нашу веру. Он желает, чтобы мы сказали. «Отец, я понимаю, что Ты допускаешь все это, но я верю, что Ты продолжаешь править миром, и Ты все это обратишь во благо». И когда у нас такое отношение, даже в мелочах, Бог делает что-то вечное. Итак, хотя Бог отвечает не за все происходящее, Он допускает некоторые вещи, ожидая от нас веры в то, что Он все контролирует и использует даже этим, казалось бы, мелочи. И если мы проявим эту веру, то это даст нам радость и свободу, истинную свободу. Да, аминь. Мы хотим благословить Вас. Отец Небесный рядом с Вами даже в мелочах. И Он меняет все это для Вашего блага. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит Вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на Вас и будет милостив к Вам. Добротит Господь лицо Своё на Вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать Вам Божий мир. Если двое из Вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о Вас. Присылайте нам на сайт Ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда Вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся Вас через наше служение, Вышлите нам Своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с Вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства Своего. Бог желает благословлять Вашу жизнь. В следующий раз Равин Шнайдер расскажет о трёх принципах, которые помогут благословить Вашу жизнь. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповедь Равина. Если Вы получаете благословение через проповедь Равина Шнайдера, мы приглашаем Вас стать нашим партнёром. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнёром служения Равина, снарядить тело Христа, созидать Церковь и благовествовать этому миру. Благодаря Вашей поддержке служение узнава еврейского Иисуса сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без Вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для Вас нечто особенное. В это особое время в году одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть Своему народу приносить Ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю Вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерою добрую, утрясенную и нагнетенную. Я люблю вас и да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».